Всем привет! Сегодня мы будем выводить деньги с брокерского счета Тинькофф Инвестиции. Давайте же это сделаем. Заходим в Тинькофф, валюта, рубли, вывести. Введите сумму, 673. Так, погодите. Секундочку. Это что еще такое? Налог 185 рублей. Это откуда вообще взялось? Сумма налога учится все сделки с начала года. Чего? Так, ребята, спокойно. Если вы столкнулись с такой же ситуацией, то это нормально. И нормально это по следующей причине. Ваш брокер является налоговым агентом Российской Федерации. Это означает, что он автоматически платит все налоги за вас по операциям, которые вы совершаете через брокерское приложение. Покупаете активы, продаете активы. Если у вас есть прибыль, то вы должны заплатить налог с разницей между покупкой подешевле и продажей подороже. И вот этот налог брокер списывает в тот момент, когда вы выводите деньги с брокерского счета. До этих пор налог у вас как бы висит в резерве. Почему? Потому что в России есть некоторые налоговые льготы, которые позволяют вам не платить этот налог. Но в таком случае вам необходимо держать бумаги более трех лет. Также есть налоговые льготы по ИИС. Там есть два типа вычетов А и Б. Тип вычета А для тех, кто работает официально и может возвращать таким образом 13% уплаченных налогов со своей зарплаты. 52 тысячи рублей максимум каждый год. И тип Б, который позволяет вам не платить налоги с прибыли по продаже активов. Что ж, картина печальная. В данном случае, когда я вывожу 600 с небольшим рублей и плачу налог 185 рублей. Но на самом деле этот процент не зависит от выводимой суммы. Это непосредственно тот налог, который есть у меня на данный момент. Вот 185 рублей. Если бы я выводил сейчас 5 тысяч или 10 тысяч, эта цифра бы не изменилась совершенно. Поэтому давайте выведу средства и попрощаюсь с налоговыми обязательствами на данный момент. Все. Деньги с брокерского счета я вывел. Вот такая история. Так что не пугайтесь, если вы видите налоги при выводе с брокерского счета ваших рублей и долларов любой валюты. Это нормально, потому что брокер является вашим налоговым агентом и он обязан уплачивать налоги автоматически. В случае того, если вы все-таки идете по льготной программе по ИИС и вы не должны платить налог, это тоже окей. Потому что в таком случае вы просто даете брокеру потом, ну пишите в поддержку, оформляете заявку на возврат вот этих налогов, которые брокер с вас уже списал. Они вам вернутся, если вы идете по налоговым льготам. Об этом будем рассказывать в других видеороликах. Всем спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok